Вредная ли эта штука? Содержит ли она какие-либо ГМО? И нанесет ли какой-то вред организму человека, который будет употреблять напитки с этими вкусно-ароматическими настойками? Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале магазина самогонных аппаратов КОБА. Меня зовут Рудов Сергей, я ругаю обучением в нашей компании. А также веду для вас этот YouTube-канал. Один из самых часто задаваемых вопросов в нашем магазине, а что вот эти вот вкусовые добавки? Это же химия, все правильно? И продавцам очень часто приходится отвечать именно вот на это возражение. И цель этого ролика, я вам расскажу немного об этих вкусовых добавках, а также в конце мы обязательно их попробуем. Поделюсь с вами своими впечатлениями, а также ощущениями от напитков, которые сделаны на этих вкусно-ароматических добавочках. И в первую очередь, конечно, хотелось бы ответить на этот вопрос. Это что, все химия? Безусловно. Так же, как и воздух, которым мы дышим, так же, как и тортики, которые мы покупаем в супермаркетах или где-нибудь на рынках, пирожные разновсяческие, колбасы и так далее. Все, все, что есть в магазине, все, что нас окружает, даже вода в нашем кране или в любом водоеме, это все химия. Такая же химия, как, собственно, и вот эти вот разные вкусно-ароматические добавочки. Но человек, задавая такой вопрос, чаще всего имеет в виду, вредная ли эта штука, содержит ли она какие-либо ГМО и нанесет ли какой-то вред организму человека, который будет употреблять напитки с этими вкусно-ароматическими настойками. Сколько у нас работает магазин колба? Ни разу не было такого случая, чтобы человек отравился именно вкусно-ароматической добавкой. Конечно, если вы выпьете ведро самогона и не весите при этом 300 килограммов, ставьте лайк, если вы можете выпить ведро самогона, конечно же, то отравление вам обеспечено. Отравление продуктами распада алкоголя. Тут даже самый качественный самогон не поможет. Но ни разу не было такого, чтобы кто-то травился вот такими вот флакончиками. И нет никаких исследований, которые подтверждают корреляцию различных заболеваний с разными вкусно-ароматическими добавками. Если мы посмотрим состав любой шоколадки, любого торта, то мы найдем там намного больше различных негативных вещей. Поэтому все, что я могу сказать о этих вкусно-ароматических добавках, они вкусные. Они делают ваш напиток качественным очень быстро. Они делают напиток мягче, благодаря некоторым вещам в своем составе. Также появляется вкус, цвет и аромат исходного напитка, который заложен в основу вот этой штучки, вот этой вкусно-ароматической добавки. И вредного в ней ничего нет, как, собственно говоря, и полезного. Если мы, например, возьмем набор трав какой-нибудь любой. Вот у меня здесь сейчас перцовка. Здесь в составе различные природные специи, которые имеют в своем составе витамины и микроэлементы, которые чаще всего на стойке были выведены как лекарственные средства в первую очередь. А потом уже люди стали немного усугублять. Поэтому настойка будет лучше. Но не потому, что вкусно-ароматические добавки вредны, а потому, что на стойке полезны. Вот и вся разница. Понятно, что мы хотим побаловать наших гостей натуральным напитком. Но если вдруг у нас сейчас все закончилось, а настойку, например, делать долго, около двух недель, даже с набором вакс, все равно будет около недели настаиваться настойка. А здесь добавил и через час уже спокойно можно пить. Поэтому в этом плане вот эти вкусно-ароматические добавочки имеют непосредственное преимущество. Если подвести итог всему вышесказанному, вредны ли они? Нет. Полезны они? Нет. Они скорее быстрые, они скорее вкусные. Точнее, напиток делают ваш намного вкуснее. И они достаточно удобны и экономят массу времени. И, например, если я беру своих знакомых в расчет, если я возьму качественный кальвадос, который сделал сам с использованием дорогущего оборудования, выдержанный в дубовой бочке, и, например, сделаю кальвадос из вот этой вот вкус-ароматической добавки, то кальвадос из этой вкус-ароматической добавки понравится моим знакомым намного больше, чем тот кальвадос, который я вложил в душу и сделал в бочке. Понятно, что люди не очень разбираются в нашем хобби и не очень понимают, что же такого привлекательного в этом напитке. Не чувствуют все эти нотки, которые они должны почувствовать. Но факт в том, что этот вкус-ароматический флакончик сделает напиток очень вкусный, который понравится большему количеству людей, проживающих на нашей планете. Вот примерно так я могу характеризовать разные вкус-ароматические добавки. А теперь конкретно о добавках, которые есть в магазине Колба. Как вы видите, передо мной есть вот такие красивые флакончики и вот такие вот флакончики, но они попроще. Чем же, в чем же отличие? Понятно, отличие в фирме и самое главное отличие в составе. Вот, например, состав вот этих вот флакончиков, которые подороже. Здесь у нас натуральные ароматические эссенции. Вот, например, Блю Кюросау, здесь эссенция апельсин, коньяк, краситель пищевой синий и глицерин пищевой. То есть глицерин сделает напиток мягче, само по себе вот эту массу немного консервирует. То, что здесь реально натуральная эссенция, ну, возможно, даже, ну, тут есть 100% натурал. То есть в том смысле, который люди спрашивают, химия ли это, ну, наверное, нет. В таком случае нет, это не химия. Но здесь вот это точно химия в том смысле, в котором спрашивает человек. Производство здесь Словения, здесь Санкт-Петербург, они бывают разные. Здесь, например, состав ароматизатор коньяк, ароматизатор ваниль, краситель, карамельный колер. Вот, собственно, два ароматизатора и карамельный колер. Здесь натуральные ароматизаторы, вкус, ароматическая добавка. Но и то, и другое, друзья, будет вкусно. И сейчас мы с вами это обязательно проверим. Тут у меня есть яблоко, и тут у меня есть кальвадос. Кальвадос будет с цветом, яблоко будет бесцветным в этом плане. И мы сейчас сравним на вкус, потому что не можем мы сравнить на натуральность, не можем мы сравнить, к сожалению, на количество витаминов, которые появятся у меня после того, как я выпью кальвадос из этого вот флакончика. Но, тем не менее, на вкус и аромат сравнить мы спокойно можем. Убираем все лишнее, и сейчас я принесу обязательно подготовленный мой дистиллят специально для этих флакончиков, и мы все с вами попробуем. Вот, смотрите, в эту бутылку мы сделаем алкостар кальвадос. Здесь на тюбике специальная защита от детей, достаточно чуть-чуть надавить, и оно открывается. Тут, видите, в составе вот такая вот пипетка. Тюбики и вот этот большой, и вот этот маленький на 10 литров напитка. То есть, этого нужно больше. Ну, давайте добавлять. И смотрим, как это будет все менять цвет. Здесь, после того, как мы добавили, втряхиваем. И получаем вот такой вот приятный коньячный цвет. Теперь, что касается вот этих вот добавочек. для того, чтобы хорошо работать, с ними нужен шприц. Здесь, как правило, хватит одного миллиграмма. Здесь то же самое размешиваем. И употреблять можно прямо сейчас. Это лучше дать один час. Давайте мы для чистоты эксперимента подождем час, и вместе все попробуем. Итак, друзья, у нас прошел ровно один час, и теперь самое время попробовать получившиеся напитки. Так, тут, наверное, маловато. Ну, давайте сначала оценим ароматику. Знаете, здесь запах. Чувствуется яблоко. Очень хорошо чувствуется яблоко, но не чувствуется, что это ароматизатор яблока. Парадокс такой вот. Чувствуется терпкость, такая вот дубильность есть. Слушайте, ну, очень похоже на настоящий реальный кальвадос, купленный в магазине. Может быть, стоило добавить туда еще немного ароматизатора, но здесь уже видите, как здесь каждому по вкусу свое. Кому-то нужно больше яблочности, кому-то меньше. И, собственно, вы можете для себя отмерить именно нужное количество. Теперь, что касается запаха вот этого вот ароматизатора, подешевле. Ой, а здесь прям яблоко. Яблоко мощное, пахнет даже, наверное, больше яблочным соком. Запаха спирта вообще не ощущаю. То, что это алкогольный напиток. Такая немного яблока и ванильность. Никакой дубильности, естественно, нет. Ну, это все-таки яблоко, а не кальвадос, поэтому... Но, если мы нюхаем напиток, то, конечно же, вот этот напиток справа был понатуральней. Здесь, конечно, тоже неплохо пахнет, очень хорошо пахнет, но, может быть, это какое-то мое субъективное ощущение. Чувствую, что здесь запах не так близок к натуральному, скажем, как вот здесь. Теперь давайте попробуем. Пробовать будем в том же порядке. А вот во вкусе натуральности меньше, чем в запахе. Чувствуется, конечно, и яблоко, чувствуется, конечно, и дубильность, которая должна быть. Но и в то же время чувствуется, очень сильно чувствуется ванильность такая, знаете, и немного какого-то как будто баблгама вот есть, как будто это жвачки чуть-чуть. Поэтому, например, на вкус бывалый самогонщик, если запах, с запахом его обмануть можно, то со вкусом бывалого самогонщика в этом плане не обманешь. Это 100%. Но напиток хороший, напиток приятный. И поверьте мне, большинство ваших друзей, не самогонщиков, с удовольствием его выпьют. Теперь что же касается вот этого напитка. Давайте его попробуем на вкус. Тоже не чувствуется, что это натуральное яблоко. Тоже есть немного вот этой вот жвачки, которую я почувствовал в этом напитке. Вот, но вкус очень даже приличный. Очень приличный. И тоже я бы сказал, что мои друзья тоже оценят этот напиток. Но опытный самогонщик и эту и вторую эссенцию, конечно же, отличит от настоящего натурального напитка, который сделан из натуральных ингредиентов. Лично мое мнение, что вот эти вот ароматические добавочки имеют место быть и очень даже нужны. Но рекомендую использовать их тогда, когда у вас на подходе гости. Тогда, когда вам нужно спрятать, замаскировать не очень неудавшийся самогон. Хотя, конечно же, рекомендую все-таки неудавшийся самогон перегонять нормально и делать качественный напиток. Сделайте три перегона, сделайте четыре перегона, но не маскируйте запах с помощью ароматических вот этих добавочек, а используйте их по назначению. Гости на пороге, нужно сделать быстрый вкусный напиток. Закапали добавочки и с удовольствием пьете. Так что негатива у меня к ним никакого нет. Наоборот, это очень нужные и полезные вещи. Не для здоровья, а для собственного имиджа, для собственного стола, для хороших посиделок. На этом все, друзья, у меня. До скорых встреч. Обязательно ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. У нас много всего интересного. Пока-пока.